Как сделать так, чтобы не упахиваться на работе? Мне часто задают этот вопрос. Я не буду просить больше денег, я буду просить больше времени. Я ему говорю, зачем мне твой Google? Сколько стран ты посетил? Ну, кто считает? Конечно же, я считаю. Я тоже считаю. Я скажу, что самый лучший, наверное, офис Google все-таки у нас в Нью-Йорке. Всем привет! Добро пожаловать на канал ProcBlog и в Нью-Йорк. Рядом со мной удивительный гость, я бы сказала. Очень известный. Не надо так, я вообще неизвестный. И скромный. Известный на просторах ЖЖ. По крайней мере, мне написал один из моих подписчиков и порекомендовал сделать с тобой интервью, потому что ты умеешь, ты сумел настроить свою жизнь так, чтобы работать в компании Google и при этом много путешествовать, работать при этом три дня в неделю. Я думаю, что сегодня основная тема нашего разговора будет именно work and life balance. Как сделать так, чтобы не упахиваться на работе, а наслаждаться жизнью. Мне часто задают этот вопрос, как мне сделать так, как мне устроиться в Google на три дня в неделю, как сделал это ты. Но, к сожалению, как сделал этот я, можно сделать в 2005 году. Я уже давно устроился в Google. Я не знаю, возможно ли это до сих пор сделать. Хотя я знаю, что у нас люди до сих пор переходят на четырехдневную рабочую неделю, на трехдневную реже. Потому что все-таки это и есть такое мнение, что, наверное, когда ты работаешь всего три дня в неделю, может быть, ты слишком мало работаешь, и у тебя не хватает... Ты не можешь полноценно участвовать в команде. Да. Но расскажи, наверное, вот с каких-то сначала. Ты здесь живешь уже очень долго. О, очень долго. Я, кстати, заранее должен извиниться перед твоими зрителями, что я живу здесь долго. Русский у меня иногда в некоторых местах хромает. И особенно он хромает в области профессиональной лексики. То есть я вообще не знаю, как говорить о работе по-русски. Я буду часто, наверное, переходить на английский. Да, без проблем. Я думаю, что это, более того, будет очень полезно. Потому что ребята, которые меня смотрят, очень многие нацелены на то, чтобы переехать сюда или в Европу, где нужен английский язык. И для них это будет двойная польза. Это будет так себе урок английского. Ну, ладно. Ну, пускай. И я сразу хочу попросить прощения за то, что у нас так шумно. Но Нью-Йорк он такой. Но зато тут красиво. Я учился здесь в университете. Я закончил здесь high school. И после университета я пошел, как и все, в кадры. Работал программистом в разных компаниях несколько лет. Потом так получилось, что при очередной смене работы я приходил в команду человека, который уже раньше со мной работал. И он знал, что я как бы человек, которого он хочет в своей команде. И я был в позиции немножко там подиктовать условия. Это был стартап, он хотел подэкономить денег. Я говорю, слушай, давай я буду на тебя работать всего 4 дня в неделю, а ты мне будешь платить 75%, нет, 80% от, видишь, у меня уже с математикой, от зарплаты. И ему показалось, что это отличная идея, потому что вот он получает как бы программиста, с которым он уже знаком, подешевле. И мы договорились. И я вот с 2001 года работал у него part-time. Пару раз я приходил и говорил, слушай, мне кажется, я уже тут работаю год-два, там пора мне больше денег зарабатывать. Он так нехотя давал мне повышение. А потом через там года три я пришел и говорю, не переживай, я не буду просить больше денег, я буду просить больше времени. Мы договорились, что я буду работать не 4, а 3 дня в неделю. И, соответственно, он мне начал меньше платить. Но вот с тех пор я работал 3 дня в неделю. Мы немножко переместились, потому что, как оказалось, это Америка. И здесь подошел к нам секьюрси и сказал, что мы не можем ставить его тут на вот эту подножку. Он у нас так стоял. Нам вообще сделали большое одолжение, что разрешают нам здесь снимать. Да, как оказалось, на трипод снимать в целом нельзя, потому что он может угодить кого-нибудь в глаз. Это большой минус красивых мест. Да. Но за нами тоже очень красиво. Это Манхэттенский мост. Вы видели Бруклин-бридж, а теперь это Манхэттенский мост. И та часть острова. Ну, а мы продолжаем. Продолжаем. А Том, ты боссу сказал, что я хочу работать... Я хочу 3 дня. И мы с ним договорились, что я не буду там работать в понедельник, вторник и среду. Я буду работать в понедельник, вторник и четверг. Получается, что у меня в офисе нету максимально вот один рабочий день. И поэтому я как бы всегда немножко в теме. Тем более в пятницу работают люди так себе, спустя рукава. То есть реально я пропускаю только среду, и это считалось нормально. А он мне платит всего 60% того, чего зарабатывает нормальный программист. И поэтому мы с ним договорились. И вот так я работал, наверное, уже 2 года. Мне было очень прикольно. И мы с ним договорились, что иногда я буду езжать. Когда я буду езжать, я буду работать в понедельник, вторник, среду. Потом буду езжать на выходные. А возвращаться в среду, четверг и пятницу. То есть получился 6-дневный уикенд. Это уже там можно разгуляться. Я ездил в Европу, мне нравилось. Мне казалось, что это здорово. И тут мне позвонил мой друг, говорит, я устроился в Google тут. Ты ходи тоже устраиваться в Google. Я ему говорю, зачем мне твой Google? Вот смотри, я работаю 3 дня в неделю. Я могу там раз в пару месяцев сгонять в Европу, не без всякого отпуска. И мне нормально. И он как бы так от меня на какое-то время отстал. Вообще я думал, что я в Google не устроюсь, потому что это знаменитое такое интервью. Они спрашивают трудные вопросы. Но в какой-то момент в Google подняли реферал бонус. И он стал 2000. И мой друг очень так активно взялся за дело. Он позвонил мне и сказал, слушай, у нас появилась позиция. И мы можем тебя взять на 3 дня в неделю, если ты пройдешь интервью. Я подумал, что это классно. Но как оказалось, у них в команде, они собирались брать еще одного человека. И он пошел к начальнику и сказал, слушай, я знаю человека, который очень подходит под все требования. Ну что, у нас третье перемещение. Давай расскажем, что был ураган. У тебя чуть не сломался телефон. Улетел маленький, большой трайпод. Да. У нас сейчас маленький трайпод. Короче, все произошло. Здесь стихиные бедствия. Я думаю, что в Нью-Йорке нужно быть готовым ко всему. Нужно быть готовым ко всему. Нужно уметь подстраиваться. У нас 4 раза чуть не арестовали. Правда? Да. Но теперь мы абсолютно легально снимаем. Я рассказывал, как же все-таки я работаю 3 дня в неделю в конторе, которую никогда никто не слышал. Я там был, ну, как бы уже большой шишкой. Перешел в итоге в Google. Меня перетащил друг, которому посулили referral bonus. Я до сих пор не знаю, как это будет по-русски. Хоть это и третий раз, что мы это записываем. И он придумал мне, что существует должность на 3 дня в неделю. И придумал своему непосредственному начальству, что вот есть такой классный кандидат, который полностью соответствует всем его требованиям, но, к сожалению, готов работать только 3 дня в неделю. Они оба навели справки с HR-департментом. И там сказали, что вроде как можно прийти на 3 дня в неделю, но только в качестве контрактора. Такого субподрядчика, который работает на непостоянной основе с почасовой оплатой, без каких-то там бенефитов и прочих плюшек, которые люди привыкли ассоциировать с работой в Google. Ну и я вот начал так работать. Я сходил на интервью, я к своему великому удивлению прошел его, устроился и пришел на работу. Моему другу было очень неловко узнать, что за контрактников реферал-бонус не дают. Охота на что? Он расстроился, наверное. Да, но мне подписали контракт на полгода всего. В начале этих полугода я подумал, ну все, полгода я буду работать в Google, после этого с Google на резюме я смогу устроиться в любую контору, куда же меня не возьмут, без проблем. Но как-то 6 месяцев прошло очень быстро. Я такой, только я начал понимать, что здесь происходит, что мне здесь нравится, что все классно, как уже прошло 5 месяцев. И говорят, ну что, что будешь делать? Я говорю, а можно мне продлить как-то контракт? Я хочу еще. Да. Они сказали мне, что контракт можно продлить до года. И вот еще 6 месяцев я получил, получилась отрочка. Я опять проработал, опять было интересно, опять было здорово, я всем нравился, мне все нравились. Прошло там уже 10 месяцев, и опять меня вызвали, говорят, ну чего дальше-то ты будешь переходить на полный устав? У меня такая классная жизнь была, вот мне там 26 лет было, я работал 3 дня в неделю, у меня была уйма свободного времени, денег не хватало на все мои потребности. Мне как-то не хотелось работать 5 дней в неделю. Я говорю, а что, нельзя дальше продлить контракт? Они сказали, нет, дальше продлить пока что нельзя, потому что, кстати, вот в Калифорнии у вас там были какие-то люди, которые работали в Microsoft, если я не ошибаюсь, на контракте очень долго, и они засудили. Microsoft за то, что их держат на постоянном контракте и не дают им всех этих вот плюшек, которые получают люди, которые постоянные сотрудники. После этого индустрия стала как-то очень боязно относиться к долгосрочным контрактам. конкретно в Google была политика, что больше года на тот момент они контракт продлевать не могли. Они мне сказали, у тебя есть сейчас два выбора, ты можешь или идти работать на нас на постоянную основу, на постоянной основе, или ты можешь уйти, там, 3 месяца ты должен на нас не работать, и потом ты можешь подать на новый контракт, и мы уже, в принципе, ты будешь проходить весь этот процесс найма заново. Ну, я подумал, что у меня на банковском счету лежит еще достаточно денег, чтобы 3 месяца протянуть, и вообще за 3 месяца можно много чего увидеть. Я сказал, ладно, хорошо, и начал, как это сейчас очень глупо звучит, но я начал в интернете искать кругосветный круиз. Я подумал, вот я на 3 месяца свалю, и я начал пробивать эти разные варианты. Мне почему-то показалось, что кругосветный круиз это хороший способ увидеть весь мир. То есть на пароходах, вы знаете? На пароходе, на сколько-то там месяцев ты едешь по разным странам. Друзья, это не так, никогда не делайте этого, не то, что я это сделал, но я теперь понимаю, насколько это было бы глупо. Так вот, к сожалению, у нас там с проектом была такая штука, что вот еще 2 месяца, и у нас был бы запуск, большой лонч, и все сидели, работали там допоздна, было много работы, и тут у меня заканчивается контракт где-то за месяц до этого. И мой непосредственный менеджер написал письмо наверх, типа, я знаю, что вот Лёва, у него заканчивается контракт, он должен уйти, но у нас сейчас критический момент на проекте, мы можем его как-то на месяц задержать, потому что он нам очень помогает делать работу, и вообще он классный инженер, и нам все нравится. На что ему сверху ответили, послушай, а если он не готов работать на полную ставку, но он нам так нравится, может мы его просто возьмем на постоянной основе на 3 дня. И он мне, начальник переслал мне это письмо, и сверху было написано, что думаешь. Я сначала прочел, что думаешь, а потом вот это все, и я так посмотрел, а так можно? Как бы я не думал, что это возможно, потому что когда я изначально нанимался в Google, мне сказали, что 3 дня в неделю это только контракт. И с тех пор этот вопрос никак не поднимался. Тут они мне говорят, вот, ты можешь просто перейти, получать бенефиты, получать там отпуск, опционные какие-то там медицинскую страховку, и при этом ты будешь продолжать работать 3 дня в неделю и получать просто 60% от зарплаты. Ну, я не очень долго думал над этим предложением и согласился. Это было в августе 2006 года, и с тех пор вот я работаю 3 дня в неделю в Google. То есть уже 12 лет? Да, уже 12 лет. У тебя вообще уникальный опыт, на мой взгляд, и я могу сказать, что почему-то многие люди не задумываются о том, что так можно, ну, правда. Кто-то хочет работать, кому-то работа каждый день в кайф, и он готов там по 20 часов в день работать, но у кого-то совершенно другие взгляды на эту жизнь и планы на эту жизнь. Кто-то хочет путешествовать так же, как и ты. Ты много путешествовал, правильно? Я бы так не сказал, что я много, я всего раз в месяц путешествую куда-то, редко-чаще. Сколько стран посетил? Ну, кто считает? Конечно же, я считаю. Я тоже считаю. Все считают. Ничего стыдного в этом нет. Все считают, сколько стран они посетили. У меня 70. Вот назови 3 самых своих классных путешествия в какие страны. Я знаю, что у тебя на том же же есть типа 10, но вот 10. Нет, ну у меня 10 интересных именно достопримечательностей, которые стоит увидеть после того, как ты побывал в таком, в первые все едут. Амстердам, Париж, Лондон, да? Да. А вот после этого ты уже не знаешь, что дальше делать. Вот у меня в блоге есть топ 10, 10 мест, которые стоит посетить. Я больше всего на данном этапе люблю ездить в Японию, ну и вообще в Азию. Когда мне было там 20 с чем-то лет, я при любой возможности я ездил в Европу. С тех пор, как мне стухнул 30-ник, я начал как-то расширять горизонты. И сейчас вот Азия мне нравится, потому что в Азии круто. Я думаю, когда-нибудь я дорастую до Африки, но пока что я был в Марокко, в Египте и в ЮАР, то есть по краям так, а в Центр я еще никак не доберусь. Все-таки, когда ты работаешь 3 дня в неделю, тебе нужно быть суперэффективным, то есть нужно уметь организовать себя так, чтобы ты вот работал с утра, допустим, до вечера. Потому что вот что касается... Подожди с утра до вечера, 8 часов в день. Да, но насколько я знаю, и там сужу, например, по своим знакомым ребятам, которые говорят, ну я прихожу, мне надо настроиться, потом днем я выхожу попить кофе и тоже как бы вот опять после этого полтора часа настраиваюсь и так далее. Ну смотри, у меня тоже такое есть, но в Гугле все устроено так, чтобы пока ты все это делаешь, пока ты настраиваешься и пьешь кофе, ты тоже работал, потому что кофе, ты идешь... Я иду пить кофе с командой, мы обсуждаем какие-то рабочие или околорабочие проблемы, ну то есть это не то, что я там иду куда-то из-за того, что вся еда Гугла находится непосредственно в Гугле, люди, во-первых, они все это делают быстрее, то есть вместо того, чтобы уходить там на обеденный перерыв, который длится час, ты можешь, если ты один ешь, то ты поешь за минут 15-20, потому что ну как долго можно есть. Тебе не надо никуда идти, тебе не надо ждать заказа, тебе не надо стоять в очереди в кассу, ты пришел, набрал и поел. А когда ты идешь вместе с командой, вы сидите, разговариваете, то это часть или работы, или команд тимбилдинга такого, то есть у тебя, это очень умно, мне кажется, Гугл поступил, что вот они всю еду сместили именно, сделали бесплатно в кафетерии прямо в офисе, ты не перестаешь работать, у тебя нет такого, что ты ушел там на ланч, а потом тебе через час ты вернулся и надо еще полчаса вспомнить, вообще, что ты делал до того, как ты уходил. То есть в этом плане у них все гораздо эффективнее получается, то же самое с кофе. Но лично в моем случае у меня есть, конечно, ограничения из-за того, что я работаю на неполную ставку. Я уверен, что я не первый человек из Гугла, с кем ты разговариваешь, тебе все наверняка рассказывают, как там можно сделать то, можно сходить на класс, пойти на лекцию, встретиться с каким-то политиком, который приходит поговорить. Вот один из первых раз, что я был в Маунтан-Вилл, в главном штаб-квартире, мы там ходили, зашли куда-то за угол и попали в аудиторию, где давал речь Джимми Картер, бывший президент США, он просто приехал выступать в Гугле. То есть такого происходит много и часто. Есть люди, которые работают там 12-часовой рабочий день у них, допустим, я знаю, ты с такими говорила, а потом если посмотреть, как этот день разбит, он там ходит в качалку, он там ходит в бассейн, он там ходит на длинный ланч, он берет какой-то класс. Я ничего этого не делаю. Я люблю говорить, что я такой клок-панчер. То есть я прихожу, вот у меня начинается рабочий день, мы видели мост, по которому грохотали метро. Вот когда я еду на метро, и мой поезд выезжает на этот мост, я начинаю вспоминать, что я делал вчера. Через 15 минут после этого момента я в офисе, и я, в принципе, уже начинаю там работать. Обычно я в офис прихожу часов в 12, ухожу часов в 8. Это вот мой 8-часовой рабочий день. У меня на телефонах не стоит никакой доступ к корпоративному имейлу, корпоративному ничего. То есть у тебя такое жесткое разграничение, работа и моя личная жизнь. У меня бывает, что надо поработать из дому, у меня есть рабочий лаптоп, я могу поработать из дому. Более того, одно из, вообще, наверное, лучших преимуществ работы в Гугле, это что у Гугла есть офисы по всему миру. Да, верно. Я не раз этим пользовался. Например, не далее, чем в мае, я поехал и работал неделю из сингапурского офиса. У меня сейчас муж работает в Амазоне здесь. Он приехал здесь, ну просто потому что удобно, в кафе не очень удобно, шумно. Но есть офис Амазон, пришел поработал. По-любому, если ты работаешь в офисе, даже если ты там никого не знаешь, тебе не с кем там работать, и ты 12-часовых поясов находишься от своей команды, само присутствие именно в офисе Гугла позволяет тебе быть более эффективным работником, чем если ты сидишь в кафе, где вокруг гуляют какие-то непонятные хипстеры, и тебе там, ой, невеста прошла вот мимо нас прямо сейчас. Да, правда. Вы не видите, но она действительно прошла. Она есть. И это большое преимущество. И главное, что когда ты говоришь кому-то, что ты будешь работать там из кафе в Бангкоке, или ты говоришь, что ты будешь работать из офиса в Бангкоке, это две разных вещи. Это воспринимается совсем по-другому. Даже если как бы все понимают, что в Бангкоке у вас нет сотрудников вашей команды конкретно, но у компании есть офис, ты можешь туда прийти. И что очень классно, вот гугловские вот эти пейджики, они открывают двери всех офисов мира. Да. Ты просто приходишь, ты говоришь, привет, я из нью-йоркского офиса, я у вас здесь сегодня поработаю, тебе не надо заранее заявлять, что ты там будешь. Просто может так получиться, что у тебя не будет конкретно рабочего стола, ты будешь где-нибудь за таким столиком сидеть в общем пространстве, на лаптопе, что-то там делать. И к этому все очень нормально относятся, при том, что офисы гугла, они находятся в очень красивых зданиях. Я скажу, что самый лучший, наверное, офис гугла все-таки у нас в Нью-Йорке. А где он находится? Он находится в Челси. Слушай, можно я вот так щелкну, и появится картинка. Вот это здание, оно занимает весь квартал, оно занимает от 8-ой авеню до 9-ой авеню. И раньше это был склад, где складировались вещи из Нью-Йоркского порта, где-то до 60-х годов. Его так использовали, потом Нью-Йоркский порт закрылся, потому что склады стали не модные, а стали модные вот эти контейнеры здоровые. И здание вставало там, и где-то 10 лет назад гугл его купил. И вот сейчас у нас там обалденное здание, которое мы постепенно заполняем, там куча еще старых арендаторов. И у нас есть, что самое, оно такое идет уступами, вот вы видели на картинке. И на этих уступах расположены террасы, откуда с одной стороны вид на даунтаун, где вот ты видишь Всемирный торговый центр, а с другой стороны вид на мидтаун, где ты видишь Empire State Building. И это обалденные такие городские виды, классические нью-йоркские скайлайны. И у нас может есть возможность просто сидеть на улице в хорошую погоду, работать там с лаптопом и смотреть вот на это все. Поэтому я считаю, что нью-йоркский офис – это лучший офис гугла в мире. Хотя я немножко предвзят. Да. Кстати, по поводу Нью-Йорка. Все-таки все это время, с 92-го года ты живешь в Нью-Йорке. Не было ли у тебя такого желания попутешествовать и поработать в разных странах, раз уж ты любишь путешествовать? Я люблю путешествовать, но я очень консервативен. То есть я вот, мне нравится идея, что я… Надо где-то осесть. Да. Куда-то там я уеду, я могу 2-3 недели где-то быть, я живу из рюкзака, я сплю в каких-то очень таких спартанских условиях, хотя не всегда. Но идея того, что у меня вот есть дома, мой дом, квартира, куда я всегда приезжаю, и там все привычно, она меня очень импонирует. Тот факт, что когда-то мои родители смогли сорваться, бросить привычную жизнь в Советском тогда еще Союзе в Москве и уехать, и привезти меня в Америку, я очень им за это, во-первых, благодарен, но, во-вторых, сравнительно недавно я понял, насколько, наверное, это было трудно просто сорваться, продать все, немногое, что было, и уехать куда-то в другую страну, где у тебя нет ни работы, ни языка, вообще непонятно, зачем ты едешь. Мама и папа, спасибо вам огромное за эту возможность, которую вы мне предоставили, что я сейчас так здорово живу, работаю и езжу по всему миру. Да, маме слава, привет. Твои проекты. Что-что, у тебя 10 человек, которые работают над вот этой кнопкой, которая в углу, там, в угол документов, а важно и б трудно правильно сделать. Нужно быть не амбициозным. Что ты имел в виду? Обычно после этого они как-то меньше хотят работать три дня в неделю. Какие у тебя вообще планы продолжать вот работать в том же духе? Какая область тебе интересна? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...